МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА От выставки Экспо в Харбине до строительства новых предприятий и бизнеса в Приморье и Туле. Шестая китайско-российская Экспо проходит в Харбине в середине июня. В ней принимают участие более 1300 компаний из 34 стран и регионов. Девиз выставки – китайско-российское сотрудничество, возможности, потенциал, будущее. Площадка мероприятия на 80 тысяч квадратных метров включает павильон китайско-российского сотрудничества и международные павильоны, в том числе стран-участниц инициативы «Один пояс, один путь». Россию на выставке представляют 18 регионов из пяти федеральных округов. В рамках выставки планируется провести более 20 деловых мероприятий, в том числе более 10 на государственном уровне. Среди них второй форум регионального сотрудничества Китая и России, пятый двусторонний форум малого и среднего бизнеса, круглый стол для молодых предпринимателей, форум таможенного сотрудничества между КНР и Евразийским экономическим союзом, круглый стол по укреплению сотрудничества между китайскими и российскими банками и другие мероприятиями. Первый этап бизнес-акселератора «Энергия экспорта» в Приморье собрал в одном учебном классе руководители 15 местных компаний. Все они пришли на курс, чтобы научиться вести дела с Китаем. Причем желающих бизнесменов было намного больше, организаторам пришлось проводить жесткий отбор. Мы эту программу позиционируем как всероссийскую. В ближайшее время мы ее представим остальным центром экспорта региональным, именно как инструмент выхода на Китай. Поэтому здесь, в Аудиостоке, мы ее сейчас обкатываем в тестовом варианте. Она очень живая, то есть практически в процессе сейчас ее реализации мы ее дописываем. Лю Ян Дун – один из первых спикеров семинара. Он приехал из Харбина специально, чтобы пообщаться с приморскими предпринимателями. В ходе курса делится своим практическим опытом организации сети сбыта. В первую очередь необходимо понять, в каком регионе ваша продукция будет пользоваться спросом. Потому что Китай очень большой и невозможно сразу всю продукцию распространить по всему Китаю. Для начала нужно определить базовую локацию, а только потом расширять сеть сбыта. Курс рассчитан на 6 месяцев. За это время перед слушателями выступят эксперты по Китаю из самых разных областей бизнеса. Руководство этого рыбозавода в пригороде Уссурийска мечтает наладить торговлю с Китаем. Компания несколько раз участвовала в международных выставках, пыталась продвигать свою продукцию через интернет, но постоянного торгового партнера из КНР так и не нашла. С помощью знаний, полученных на энергии экспорта, здесь надеются все-таки выйти на китайский рынок. Мы пошли на семинар, чтобы изучить вкусы потребителей. Сейчас связываемся с сетями китайскими, общаемся, консультируемся, ищем общий знаменатель и будем, может быть, готовить для китайцев отдельный продукт. В компании уверены, их продукция будет пользоваться спросом. Российские морепродукты в Китае – это успешный бренд. Рыба, выловленная и приготовленная в Приморье, считается экологически чистой, полезной и очень вкусной. Чтобы удовлетворить спрос китайских партнеров, на заводе готовы разработать специальную рецептуру, упаковку, увеличить объемы производства. А о других тонкостях ведения бизнеса с Востоком планируют узнать на семинарии. Следующий блок энергии экспорта начнется уже в сентябре. 190 лошадиных сил под капотом, футуристичный дизайн, интеллектуальная приборная панель. Конструкторская задумка китайских инженеров воплощена в жизнь российскими производителями на новом тульском автомобильном заводе полного цикла. Это самый масштабный проект среди китайских компаний, связанный с автомобилестроением. Мы выбрали Тульскую область, потому что она расположена близко к Москве и крупному транспортному узлу. Кроме того, местное правительство предоставило нам налоговые льготы. Церемония открытия идет по соседству с цехом, где завершается сборка автомобиля. Финальный этап. Двигатель встречается с укомплектованным кузовом. Эту церемонию бригадиры в шутку называют свадьбой. Прежде чем начать жить долго и счастливо, детали проходят этап притирки, штамповки, сварки и покраски. Основную нагрузку берут на себя роботы. Их здесь более 30. Люди присоединяются, когда нужен тонкий подход по установке зеркал, декоративных элементов, уплотнителей. Проверяем визуально и тактильно на качество, то есть чтобы не было хода никакого, чтобы уплотнитель плотно сидел на посадочном месте и производим дальше сборку. Раньше Анна трудилась на фабрике печенья. Опыт кондитера сейчас помогает ей быть внимательной к деталям и строго соблюдать заявленную производителем рецептуру. Всему остальному обучалась с нуля, как и большинство коллег по цеху. Компания набирала людей из России с хорошим инженерным образованием и направляла их в Китай на трех- или шестимесячные курсы. Затем персонал прошел практику непосредственно на заводе, где они включались в полный цикл работ под руководством старших товарищей. Материал, из которого изготавливают двери, кузов и капот, китайский. Но это только первая партия. Сейчас руководство компании ведет переговоры о сотрудничестве с российскими металлургическими предприятиями. Начинка кроссовера – уникальный симбиоз. Детали производят в Китае, Европе и России. Завод дал Тульской области более 1100 рабочих мест. Еще 400 вакансий должны появиться в следующем году. Для нас это действительно серьезнейший шаг. Вперед в укрепление экономического потенциала нашего края. И самое главное, что та большая программа локализации, которая будет развиваться, это и создание производства двигателей. Многих элементов компонентная база. Такого в России еще нет, поэтому для нас этот проект – это город. В 52 дилерских центрах во всей Европе уже продают китайский кроссовер. 150 тысяч произведенных в Туле машин – это не предел. На экономическом форуме в Санкт-Петербурге был подписан контракт о строительстве второй очереди завода. Инвестиции составят 20 миллиардов рублей. Китайцы пьют чай тысячелетиями. В последнее время эти чайники ручной работы набирают популярность в стране. Как гласит старая поговорка, вещь особенно ценится, если она редкая. Гао Дэ Джи 99 лет. Чайники из пурпурной глины он начал делать в 13. Этот вид гончарного ремесла обычно передается из поколения в поколение или переподается тем, кто искренне увлекается этим делом. Но Гао говорит, что сейчас очень трудно найти таких людей. Мой сын и дочь не интересуются тем, как делать чайники. Они получают большие деньги, работая в финансовом секторе. Люди не могут создавать какие-либо вещи, если они не заинтересованы в приобретении навыков. Чтобы продвигать и защищать ремесло, которому грозит исчезновение, местные власти построили специальные музеи, где мастера могут демонстрировать свои навыки. Здесь, в Исине, в провинции Дзянсу, на родине пурпурного чайника, 29-летний У Джи Цян привлекает с помощью интернета в свой магазин поклонников этой посуды. И здесь же они могут самостоятельно научиться делать чайники из пурпурной глины. Я всегда публикую фотографии, описания и видео в интернете, делясь своими знаниями и опытом с другими. Также я часто приглашаю своих подписчиков в мой магазин, чтобы они могли получить непосредственный опыт и гончарные навыки. Имея тысячи подписчиков на различных онлайн-платформах, У Джи Цян считает, что сейчас многие молодые клиенты предпочитают новые формы чайников. Например, свинка-пеппа сейчас очень популярна. Я видел, как кто-то вырезал эту мультяшку на чайнике. Молодым покупателям нравятся более индивидуальные чайники с современными элементами. В Исине тысячи частных магазинов с такими чайниками. У говорит, что не беспокоится из-за угрозы исчезновения этого традиционного ремесла. Напротив, его популярность растет. Ключ к развитию старинного гончарного дела, по мнению мастера, в использовании современных элементов при изготовлении знаменитых пурпурных чайников. Субтитры создавал DimaTorzok